вот пожалуйста да допустим поменяли размер на 800 здравствуйте дорогие друзья и подписчики ну и соответственно приветствую тех кто еще не подписался на мой канал если вы впервые то на моем канале есть плейлист угловой диван своими руками от а до я там собраны все уроки по проектированию этого дивана сегодня мы сделаем еще один урок по этому дивану это создание экселевской таблицы так называемой деталировки где будет указаны все детали которые нужны нам для этого дивана и сделаем так чтобы не прибегая к программы программам автодеск инвентар и кло 3d можно было изменить размеры для этого нам нужно сделать спецификации по каждому изделию то есть это по подлокотнику спинки сиденья атаманки ну и соответственно ящику как делать спецификации я уже показывал в прошлых уроках но пока говорит сам повторение мать учения так что давайте повторим этот урок вот у нас открыт проект нашего дивана нам нужно взять выделить какой-нибудь объект допустим это у нас подлокотник правой кнопкой открыть у нас открывается подлокотник и мы заходим в спецификацию у вас только детали скорее все будут отключены этот отключить вид спецификации вот и вам нужно будет эту спецификацию включить правую кнопкой включить вид спецификация и отсюда через импорт добавить шаблон спецификации как сделать шаблон также в прошлых уроках я рассказывал вот и у нас появляется вот такая таблица которую мы соответственно сохраняем жмем экспорт спецификации только детали окей и выбираем это у нас был подлокотник выбираем подлокотник и жмем сохранить у меня уже сохранены спецификации на этот диван ну соответственно подлокотник на сиденье вот и сейчас я просто открою и покажу что я там сделал открываем подлокотник вот и что я сделал я добавил сюда несколько строк и написала ширина подлокотника 200 как у нас была показана соответственно как у нас было настроено здесь в параметрах да вот ширина подлокотника 200 и высота подлокотника 500 мы точно такую же точно такие же параметры вводим в excel ширина подлокотника 200 высота подлокотника 500 и вот этими цветами я обозначил какие размеры зависят от допустим высоты подлокотника и от ширины подлокотника так я пробежался по всем изделиям переходим программе excel что вам для этого потребуется первое это потребуется создать табличку с такими вкладками как каркас ппу и крой давайте перейдем к каркасу я взял сделал скриншот наших параметров которые у нас были участвовали в полном диване сборки полного дивана и что мы здесь видим ширина посадки 700 миллиметров количество модулей 3 штуки это то что нам нужно для размеров глубина атаманки 1500 миллиметров ширина подлокотника 200 и ширина подлокотника без опор 500 вот я все эти параметры перенес сюда дальше нам нужно перенести эти детали в нашу таблицу артикул длина ширина материал количество примечания так что здесь немного расширим чтобы нам было видно и прежде чем сюда заливать наши детали давайте сначала сделаем сортировку чтобы нам было удобнее выделим наши данные перейдем фильтр сортировка настраиваемая сортировка и значение ячеек по толщине по возрастанию окей все мы отсортировали получается детали фанеры и ппу выделяем нашу фанеру копировать и сюда вставить здесь прописано форму чуть позже объясню дальше переходим в ппу и здесь тоже самое сделаем копировать и сюда вставить можно прям так потом уже поправим границы нашей таблицы переходим в каркас и смотрите что нам надо сделать нам нужно привязать наши размеры к ширине подлокотника и высоте подлокотника теперь давайте посмотрим что же такое какая здесь формула стоит формула стоит объединение первое это у нас разделитель второй параметр это пропускать пустые если единичка он пропускает пустые ячейки если стоит 0 то соответственно он берет этого внимание ну и давайте посмотрим что в итоге получилось я сделал все конечно эти манипуляции видео получается очень длинная поэтому я пропустил компоновку нашей таблицы давайте посмотрим каркас то есть вот они цвета которыми привязана которым привязаны ячейки да мы взяли подлокотник скопировали то что увидели ящик спинку сиденье диванного модуля сиденье атаманки тут точно так же то есть мы взяли и этими формулами прописали что мы из высоты подлокотника вычитаем 40 у нас получается наш 460 так прошел по всем зависимым размерам вот и в дополнение я поставил такой момент что включил сюда еще атаманку для чего допустим вы хотите диван точно такой же только без атаманки с тремя секциями или с двумя секциями здесь поставил выпадающий список нет все у нас атаманка убирается количество сиденье диванного модуля уже будет на три части если мы ставим да то соответственно у нас добавляется атаманка на сиденье диванного модуля уже получается два комплекта деталей спинка зависит от количества модулей предположим вы хотите сделать два модуля на метр мы ставим ширину посадки 1000 миллиметров количество модулей ставим 2 и у нас получается две спинки 2 одно сиденье диванного модуля и одно сиденье атаманки не хотите атаманку без проблем выставляете нет и у вас два сиденья диванного модуль то есть у вас получается прямолинейный диван с двумя частями по метру ящики также учитывают количество модулей то есть здесь формулы проставлены таким образом чтобы количество умножалось на количество модулей как формула сделаны здесь но тут конечно же идет через если да посмотрим если c4 давайте сейчас нажму если c4 равно нет то соответственно пустота если да то 2 атаманку я не привязывал количеством потому что считаю что если угловой диван то должны быть одна атаманка хотя если кто-то хочет перестроить так чтобы был там длинный диван 4 метра то тогда можно точно также добавить количество атаманок сюда и привязаться количество атаманок значит вот здесь вот в артикуле это как раз вот те самые артикулы которые присутствуют у нас в инвентаре то есть я их точно также сюда перенес бр-40 это я сделал брусок что было понятнее до фанера тройка фанера пятнашка это все здесь проставлено точно также и сделал в пупу все те же самые манипуляции только единственное что вот эту колонку я привязал к первому листу каркаса таким образом чтобы когда мы там меняли чтобы у нас здесь менялся автоматически соответственно количество деталей вылезала сюда такое же как нам нужно для каркаса что здесь изменил соответственно сюда проставил марки поролона которые будут использоваться в диваны в диванах вот так же количество ну и привязал соответственно размеры этот файл я положу точно также свободный доступ пожалуйста пользуйтесь смотрите как здесь все устроено и давайте перейдем теперь к крою переходим в и здесь точно также шапка у нас такая же как и в каркасе соответственно с подвязанным с подвязанной ссылкой на тот лист вот и точно также разбил подлокотник спинка сиденье диванного модуля сиденье атаманки и подушка спинки здесь точно также завязал все размеры на эти параметры и соответственно можно теперь спокойно все менять здесь вокзале допустим давайте теперь уже посмотрим на весь состав этого файла переходим в каркас давайте теперь не в глубину атаманки на 1600 я конечно понимаю что он будут проблемы с кроем потому что в этом случае у нас в крое не хватит длины ткани точнее ширины ткани вот здесь то нас как раз получается так что вот эта деталь не улезает ну предположим что у вас пришла ткань 1000 там 1460 есть такие ткани вот можно конечно их отметить как позволяющие сделать атаманку больше и использовать для увеличенных размеров использовать только ту ткань которая позволяет это сделать либо ну либо сшивать ну швы это не очень красиво вот так же давайте поменяем теперь на тысячу поставим количество модулей 2 мы предположим у нас угловой модуль то есть наш диван состоит из двух модулей обычного диванного модуля и атаманки переходим в крой и здесь точно так же все прописывается вот пожалуйста менялся ширина как допустим увидеть изменения допустим перейдем обратно вернем так как у нас было это 700 здесь три модуля и здесь 1500 как можно посмотреть на можно взять скопировать вот эти вот данные прям так копировать сюда и в сторонку ставить как значение дальше условное форматирование правильные правилы выделения ячеек жмем равно и здесь выбираем ячейку верхнюю только при этом убираем с помощью клавиши f4 убираем доллары нажимаем ok вот пожалуйста да допустим поменяли размер на 800 все как мы видим вот наши были размеры наши детали были такие стали соответственно другими то есть все вот эти подкрашенные ячейки они конечно же поменялись вот так можно отслеживать правильно ли вы прописали все что тем что он нужно точно так же можно сделать нппу и накроем давайте посмотрим еще посмотрим крой вернем обратно на 700 это мы удалим удалим совсем так переходим на крой точно также скопируем ставим сюда немножко сделаем размер поменьше и давайте сейчас поменяем в каркасе поменяем точно также там давайте для разнообразия на 900 поставим 4 модуля переходим в крой забыли мы здесь выделить все сделать условное форматирование равно доллар убираем все как мы видим у нас поменялось количество деталей и размеры наших деталей давайте атаманку мы уберем и посмотрим на крой все сиденья атаманки у нас нету сиденья диванного модуля у нас четыре штуки и с измененными размерами также у нас изменена подушка спинки а подлокотник у нас не затронут никак вот так вот легко и просто вы можете ну как конечно легко приходится потрудиться но в любом случае то есть имея какой-то базовый файл вы можете гораздо быстрее исправлять размеры не залезая в программу inventor и в программу кло 3d немного расскажу про этот файл про эту систему эта система была разработана мной внедрена в пару компаний и на самом деле по такой системе работают сборщики распиловщики и швеи закройщиками гораздо удобнее то есть даже не используя сборочные единицы сборочные чертежи они разбираются с тем что он что это за детали куда она должна идти был проведен эксперимент приглашен сборщик который не видел изделия и ему дали вот такую таблицу и сказали собери диван забрал без проблем только лишь видя количеству номера деталей количество и описание той или иной детали так что на этом наверное закончила как я и говорю файл я приложу если вы не подписаны подписывайтесь ставьте лайки можете сделать репост этого видео и тем самым вы поможете мне развить этот канал всем удачи и пока до новых встреч